В какой отрасли сегодня легче найти работу? В Якутии в топовую пятерку входят такие профессиональные сферы, как страхование, консультирование, сервис, банки и продажи. А как обстоят дела в отдельных районах, в частности в Ленском, узнала Алла Авдеева. В Ленском центре занятости на учете по вопросам трудоустройства стоит 368 человек. Официально признаны безработными 286. Количество вакансий, поданных предприятиями, намного больше – 571. Коэффициент напряженности, определяющий соотношение спроса и предложения на рабочую силу, очень низкий – половина процента. Очевидно, что напряженности нет, но все-таки спрос превышает предложение. Почему это происходит? Из-за высоких требований к соискателям, например, на вакансии в нефтегазовой отрасли. Обязательно высшее образование, опыт работы не менее 3-5-3 лет. И где? В нефтедобывающей отрасли. Вот теперь давайте посмотрим, можем ли мы из местного населения закрыть вот эти вакансии. Конечно, нет. Вакансии нефтегазовых предприятий сегодня особенно популярны. Их кадровые службы регулярно подтверждают списки необходимого персонала. Но на работу местных жителей массово не берут. По мнению Раисы Бараковой, причина еще и в другом. Они ежемесячно подтверждают нам вакансии. Мы их закрыть не можем. И у них наступает право обратиться в межведомственную комиссию на квоту по привлечению иностранной рабочей силы. Раиса Михайловна жалеет, что работодатель не оценивает должным образом местных специалистов. И трудоустройство молодых людей даже с дипломами вузов идет тяжело. Поэтому в центре активно ведется работа по привлечению молодых в другие отрасли. Раиса Баракова надеется, наступит время, когда станут востребованными все профессиональные сферы. Будут высоко цениться местные специалисты. А нефтяники и газовики начнут обучать и трудоустраивать нашу молодежь. И главное, коэффициент напряженности на рынке труда останется низким. Алла Авдеева, Руслан Кириллов, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Руслан Кириллов, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».